Добро пожаловать снова на мой канал и в этом выпуске Дима Билан, Макс Покровский, их скандал продолжения. Дмитрий Губерниев, Мэловин и Анжелика Агурбаш. Рад вас всех снова приветствовать на своем канале. Надеюсь, вы готовы к очередной порции новостей. Ну что ж, поехали. Начнем с конфликта Димы Билана и Макса Покровского. Все вы уже знаете, что эта история происходит уже не один день. Все началось с того, что Покровский записал эмоциональный ролик, я его выкладывал, в котором он обвинил Диму Билана в отмене концерта и группы в Питере. Дима Билан молчал, но вот всем буквально недавно он выложил все-таки ответ на своей странице в Инстаграме. Вот, собственно, вашему вниманию предоставляю его спич и дальше продолжим. Уважаемый Максим Сергеевич Покровский, вот уже третий день вы, оказывается, не унимаетесь и продолжаете пиариться на моем питерском концерте и снимать свой хайповый сериал под названием «Билан». Я заметил ваши вопли только вчера, но даже не собирался отвечать. Поскольку человек я неконфликтный и на такую неадекватную агонию обращать внимание, не вижу никакого смысла. Да и люди не дураки. Куда ни глянут люди на моей стороне и понимают, что отмена вашего концерта не лежит на моих плечах. Не лежит. Во-первых, я привит и уже давно, и об этом снимал развернутое видео, за которое не получил ни копейки. Это не заказ. Я все делал от души и на своем примере. Во-вторых, даже с прививкой я отношусь к безопасности на все, ну, 200%. Ношу маски на площадках. Только когда не пою, соответственно, понятно почему. Но любой адекватный человек должен понимать, что я не всемогущий и не могу выполнять организационную работу на концертах за других людей. И не могу следить за правилами в каждом городе, который, как известно, отличается друг от друга в этом периоде времени, в котором мы сейчас все вместе находимся. И каждому уважаемому мной, зрителю, на концерте лично надевать маску на лицо. Я тоже не могу. Я неоднократно говорил со сцены, что маски необходимы. На этом я свою работу, как гражданин страны, выполнил. И занялся тем, для чего меня, собственно, и пригласили. Провел свой концерт. Пел для людей. Я не считаю, что я виноват в отмене вашего концерта из-за того, что один раз, привитый, подчеркиваю, вышел в зал на 30 секунд. Даже если бы этого не было, площадку бы все равно закрыли, потому что рассадка была плотная. А к тому же и работал бар. Но все-таки это были сидячие места, а не стоячие, как сейчас происходит на многих опенейрах, о которых вы молчите, конечно, соответственно. Я отвечаю вам один единственный раз, поскольку у меня на дураковалянии нет времени. У меня впереди... Ну, проектов очень много. И столько примеров. А вы продолжайте радоваться. Можно говорить и делать дальше что угодно вам. Мою объективную позицию я вам высказал. Хорошего вечера. Уверен, у вас такого давно не было. 150 упоминаний в СМИ. Классно, да? Поздравляю. Ну и вот стало известно о том, что Максим, оказывается, написал заявление в полицию на Билана. Это не просто какая-то инстаграмная война. Здесь все зашло намного дальше. И вот, по словам музыканта Максима, они созвонились в WhatsApp с Биланом, и Билан его оскорблял и даже угрожал ему. Но, зная его продюсера Яну Рудковскую, я почему-то даже не удивлен. Получается, в этом видеообращении якобы Дима Билан говорит о том, что он не конфликтный, не скандальный человек, но, тем не менее, он повыкладывал еще какие-то видеоролики, где он простебал Максима Покровского. В общем, их скандал продолжается, дошло дело до полиции. Не знаю, чем вся эта история закончится, но я еще хочу обратить ваше внимание на футболку, в которой стоял Дима Билан в своем видеообращении. Такое, знаете, ни разу ни на что не намекает. В общем, Дима Билан, как вы поняли, тоже обнулился. В общем, будем наблюдать дальше за всей этой драмой, чем это все закончится. Вы пишите, на чьей вы стороне. Что это все значит? Действительно, настолько все серьезно? Или это запланированный пиар перед, возможно, выпуском новых альбомов и песен от наших музыкантов? В общем, я не знаю уже. Вы видите, в последнее время что-то происходит в шоу-бизнесе. Да и не только в шоу-бизнесе, во всем мире не совсем нормально. Все ругаются, все ссорятся. Я уже говорил об этом. Нервы у всех сдают. Это можно увидеть, даже просто ходя по улице. Надеюсь, что у вас все стабильно, с нервной системой, и вы живете в гармонии и в балансе. В общем, с Димой Биланом и Покровским заканчиваем. Переходим дальше. Министерство культуры и информационной политики Украины внесли спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны. Как вы помните, совсем недавно туда вносили Филиппа Киркорова, потом его вынесли, заносили-выносили, но пока что непонятно. Вроде как его исключили из этого списка. Не знаю, с чем это связано. Тоже непонятная история. Но и вот сегодня уже туда попал Дмитрий Губерниев. Сам Губерниев объяснил его включение в список следующим образом. Вот что он пишет. Видимо, Министерство культуры смутило то, что я обращал внимание на то, что их сборная говорит на русском языке. Это решение Министерства украинского безкультуры. Мне за них стыдно. Вот так он прокомментировал свой запрет на въезд в страну. Если честно, я не могу понять вот этих российских артистов, во-первых, которые переживают, что их вдруг внесли в список и им нельзя теперь въезжать в страну. Потому что, как по мне, то эти люди туда в принципе не собирались ехать. И уж тем более работать или отдыхать. Поэтому, чего они так переживают, я не могу понять. Ну и вот эти вот, конечно, публичные внесения в список других артистов. Тоже, знаете, странная такая ситуация. В общем, я не на стороне ни одних, ни других. Я считаю, что и в России, и в Украине есть более серьезные проблемы, которые нужно решать, как и в мире в целом. Поэтому вот эти вот всякие запреты на въезды одним, другим, то можно, то нельзя. Это какая-то, знаете, игра в детский сад, как по мне. Как есть, так есть. Еще плюс один российский публичный человек, который не сможет теперь въехать в Украину. Пишите, что думаете по этому поводу. Ну и теперь немного про Анжелику Агурбаш. Для тех, кто не знает, кто это, это белорусская певица, которая даже однажды представляла свою страну на Евровидении. Занимался ей, конечно, Филипп Киркоров. Все мы эту историю знаем и помним. Для тех, кто не знает, вот сообщаю, Филипп Киркоров тоже якобы написал песню для Анжелики Агурбаш, потому что она в тот момент была замужем за Колбасного Короля, который очень много миллионов заплатил за все это представление. Но, как мы помним, Анжелика Агурбаш со своей песней от Филиппа Киркорова даже не прошла в финал. Но сейчас не об этом. Также еще хочу напомнить о том, что Анжелика Агурбаш уже много лет живет и выступает в России. Хотя она и родом из Беларуси. Какое у нее гражданство, я уж точно не могу сказать. Ну, предполагаю, что российская, хотя не факт. Ну и вот, белорусская генпрокуратура потребовала от России выдать для суда певицу Анжелику Агурбаш. Ей грозит до 12 лет заключения. Как вам такая новость? На прошлой неделе против нее возбудили уголовное дело. Ее обвиняют в разжигании вражды, а также в публичном оскорблении президента. Агурбаш поддерживала протесты в Беларуси в прошлом году, а узнав об уголовном преследовании, призвала своих подписчиков объединиться на платформе «Земляки». При этом в 90-е, когда артистка участвовала в белорусских конкурсах красоты, журналисты приписывали ей близкую связь с Александром Лукашенко. Ну и вот, получается, у человека просто, как вы понимаете, есть своя точка зрения, она не поддерживает Лукашенко, публично это высказала, и теперь, чтобы вы понимали, 12 лет, и требуют они, чтобы ее выдали. Я надеюсь, что этого не произойдет, потому что я считаю, что за свое мнение, какую бы она ни была, никто не имеет права никого сажать. Я не понимаю, что она там могла разжечь, уж точно она там ни при чем, но как вы понимаете, вот когда люди публичные и другие посмотрят, что за этим всем следует, то теперь мы с вами можем понять, почему многие молчат и никакую позицию не высказывают, потому что если ты вдруг, не дай бог, выскажешь какую-то свою позицию, которая не понравится какому-то из президентов, то вот что за этим последует, 12 лет хотят человеку дать. Надеюсь, что Россия не выдаст, потому что мне хочется правда в это верить, хотя зная, какие отношения между Белоруссией и Россией, я ничему не удивлюсь, но все-таки надеюсь, что этого не дойдет. В любом случае, Анджелика Гурбаш может всегда попросить политического убежища в Европе, и я думаю, что ей без проблем его дадут. В общем, жесть какая-то происходит, как по мне, это просто средневековье и беззаконие какое-то, просто невозможно ничего сказать в адрес Лукашенко, вот ты просто обязан его либо любить, либо никак, но вы считаете, что это нормально? Можно по-разному относиться к его власти, какой он президент и так далее, но если я вот как человек хочу сказать, что меня президент не устраивает, тот иной или другой, неважно какой, каждый человек имеет на это полное право, то все, 12 лет, вот и все, это в лучшем случае. Я считаю, что это несправедливо, но вы мне напишите свое мнение по поводу этого всего. Сейчас не про Лукашенко, а про конкретную ситуацию, про Анджелику Агурбаш. Я не хочу вникать сильно в политику, но как вы видите, политика и шоу-бизнес вместе очень связаны между собой. Буду следить за этой всей историей, если вдруг что-то появится новое, я вам обязательно об этом сообщу. Ну а пока жду ваших комментариев. Ну и вот немного интересных новостей из Украины. Я уже говорил, что буквально вчера стартовал музыкальный фестиваль Atlas Weekend в Киеве, в котором принимают огромное количество музыкантов, не только из Украины, но и из других стран. И вот вчера на открытии неожиданная ситуация произошла. В чем неожиданно, сейчас все расскажу. Coming Out на Atlas Weekend. Меловин, это украинский певец, на сцене поцеловал сначала девушку, а потом парня. Но этот кусок вырезали из трансляции канала М1, который транслирует этот музыкальный фестиваль на своем канале в прямом эфире. Почему? Я думаю, что потому, что страна все-таки гомофобная достаточно, хоть и не настолько, как Россия. Я не уверен. Я тут, знаете, не хочу сейчас браться в суждениях, где больше, где меньше. Но все-таки Украина хоть идет на пути с Европой, но тем не менее многие до сих пор не хотят признавать этот факт. Хотя это и есть одним из условий для того, чтобы войти в Евросоюз. Ну и вот получается, Меловин решил устроить такой вот Coming Out прямо на фестивале перед тысячной аудиторией. Как вы понимаете, этот фрагмент уже разлетелся по всем новостям, пабликам. Об этом сейчас говорят все, потому что в Европе, если бы такое произошло, никого бы это не удивило. Вот вспомним даже Евровидение, где итальянская группа, которая победила. Там тоже солист поцеловался с одним из музыкантов. И я так предполагаю, что именно солистом этой группы вдохновлялся. Это лично мое мнение. Но в общем, вы знаете, как по мне, не важно, кем он вдохновлялся. В любом случае, это очень смело с его стороны. Мы уже давно подозревали, что Меловин хочет сделать Coming Out. Как вы знаете, в Украине и в России этого никто не делает. Хотя все мы прекрасно понимаем, кто за какой отряд выступает. И уж точно здесь мы никого осуждать не будем. Ну, я по крайней мере так точно не знаю, кто как к этому относится. Я считаю, что каждый имеет право жить так, как ему хочется. И никто не может ему указывать, кем ему быть, кого ему любить. И если человек хочет, он имеет на это полное право. И мне, честно признаюсь, мне очень радостно, что в Украине артисты начинают становиться более смелыми, открытыми. Вспомним тоже Ольгу Полякову, которая смело размазывает Меладзе. И она нам что-то готовит. Я уверен, что она еще какие-то подробности расскажет интересный. Вот украинский артист Меловин, который решил открыто сделать каминг-аут с поцелуями на сцене. Я надеюсь, он потом не будет нам рассказывать о том, что это был просто перформанс и не более того. И таким образом он хотел просто поддержать ЛГБТ-движение в стране. Все-таки все уже давным-давно прекрасно понимают, что Меловин человек нетрадиционной ориентации. Хотя вот эта формулировка мне такая, знаете, странная немного. Но тем не менее, вы все поняли. Украинские артисты своей смелостью просто поражают, за что им огромное спасибо. Это не типичный случай в Украине в прямом эфире, но тем не менее. Ну и, кстати, и руководство канала М1 решили прокомментировать, почему же они вырезали этот фрагмент с поцелуем. Ген-директор канала М1 Сергей Перцев заявил, что канал не вырезал каминг-аут Меловина, просто режиссер о нем не знал и не успел вывести в трансляцию. Вот так вот они об этом решили написать. Ну, как по мне, это, конечно, полная ерунда. Я прекрасно понимаю, что если бы они это пустили в эфир, увидели бы многие люди, хотя, ну, кто смотрит канал М1? Молодежь. Это музыкальный канал. Естественно, никого бы это там не удивило. Если бы, наверное, это показали на канале 1 плюс 1, Украина или Интер, то там, наверное, многие бы за голову схватились, потому что там более взрослая аудитория на канале М1. Ну, видимо, просто не хотели создавать себе проблем, либо просто трусы. Ну, в общем, Меловину браво за смелость. Может быть, и другие артисты последуют его примеру, хотя очень сомневаюсь, но тем не менее. Возможно, Меловин это сделал именно потому, что в последнем своем интервью он говорил, что он планирует переезд в другую страну, Европу или в Америку, в общем, как вы поняли. Ну, естественно, он решил напоследок, а мне плевать, вот, смотрите, я такой, принимайте меня таким. Ну, в любом случае, я ему только аплодирую. Ну, и вот, кстати, еще немного хотел сказать по поводу Ольги Поляковой, Меладзе, Лорек всей этой ситуации. Наблюдая за всей этой историей, уже не первый месяц, вы знаете, уже много выпусков я сделал касательно этой темы. И вот в последнем интервью Меладзе понял одно, что он нам дал четко понять о том, что в шоу-бизнесе есть определенные правила. Как вы поняли, правило одно, хочешь стать популярной только через постель, либо же у тебя какой-то там, не знаю, богатый покровитель, который будет все это оплачивать. По-другому никак. Поэтому, понимаете, я считаю, что те правила, которые там задали, они просто автоматически принуждают всех соглашаться с тем, что им предлагают, раздвигать, извините, свои ноги, выдают это все за нормальность. Таким образом, они это много лет строили и создавали. И многие артисты, которые вступали в ряды шоу-бизнеса, они через это проходили, и они действительно уже поверили, что это все нормально. И именно после того, как Аня Лорак об этом сказала, вот это все понеслось. Вот эта вся правда полилась. И многие артистки из шоу-бизнеса, которым, к сожалению, приходилось через это проходить, они вот сейчас наконец-то поняли, что это не есть норма. Но, как вы понимаете, в шоу-бизнесе по-другому никак. Поэтому очень жаль, что они сами поставили, получается, выбор без выбора. Хочешь, только так. А не хочешь, ну, милая, проходи мимо. Но и оправдывает весь харассмент, конечно, под лозунгом «Мы нормальные мужики», как вы поняли, это очень, конечно, удобно. И самое интересное, что же готовит для нас Ольга Полякова. Что она нам еще расскажет про всю эту историю. Потому что, как вы поняли в ее заявлении, она не то, что намекнула, а прямо сказала, что раз так, то ждите очень детальных подробностей. И мы, конечно, с нетерпением их будем ждать. И самое интересное, что с 8 июля будет выступать Валерий Меладзе в Киеве на Атлас Викинг. И мне очень интересно, как это все пройдет. Я думаю, если что-то там интересное произойдет, мы обязательно об этом узнаем. В общем, буду заканчивать. Как вы поняли, шоу-бизнес, он, конечно, очень интересный с одной стороны, с другой стороны. Очень порочный, грязный местами, чересчур даже. Но радует только одно, что сейчас настало какое-то время правды, и все как-то более становится прозрачным для нас. И это очень хорошо. На самом деле, я очень рад. Возможно, это из-за того, что появилось новое поколение тиктокеров, они такие более открытые. Хоть и местами они нам кажутся какими-то глуповатыми, странными, мы их не понимаем, но тем не менее, я вижу в них одно такое вот качество. Они максимально открыты. Вот такие, какие они есть. Искренние. Пусть даже это искренне. Не всегда нам понятно, и мы не хотим ее принимать, но тем не менее, лучше уж так, как есть на самом деле, нежели вот как вот эти все благородные, гениальные, талантливые люди, которые гордо несут свой образ много лет, а на самом деле там такие черти, что мама дорогая. Ну, в общем, буду заканчивать. Я думаю, что много интересных новостей нам еще приготовят наши артисты. Как вы понимаете, что не день, то интересная история. Все, что будет появляться самое интересное и свежее, буду обязательно вас обо всем информировать. На этом буду заканчивать. Всем огромное спасибо за ваше внимание, за поддержку этого канала. Не устану вас благодарить. Всем хочу пожелать хорошего настроения, чтобы мысли были только позитивные, никто не огорчался, потому что мы помним, что бы ни происходило в этой жизни, но мы должны помнить одно, что жизнь, она прекрасна, поэтому мы должны ее ценить и любить. Всем спасибо за просмотр, за вашу поддержку этого канала. Искренне вам благодарен. Жду ваших комментариев, все как всегда обсудим под видео. И вы помните, если вы уходите на другие каналы, обязательно возвращайтесь, потому что я вас всегда здесь буду ждать с нетерпением. Всем спасибо, услышимся в следующем видео, до скорых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok